всем привет мои подписчики не задают вопрос часто как отличить подделку 20 литровых канистров toyota бываете она вообще какие отличительные особенности оригинальной упаковки так далее давайте по пунктам разберем все эти вопросы всю 20 литровую тару японии сейчас производит практически один завод наглосиком переворачиваем банку смотрим на дно здесь есть бачкод и первые три символа нсw это на гаусс и калакаяма вот который производит японии тару старый президент в заводе сразу же обращаю внимание на дату производства данном случае это у нас 19 год 8 месяц 21 число на верхней части канистры мы видим дату розлива продукта она очень легко стирается здесь вот остатки видны 19 год соответственно но любым агрессивным средством например на карбачистом или чем-то подобного стирается мгновенно поэтому будьте аккуратны если вы хотите красиво сохранить эту дату для покупателей чтобы они видели крышки на 20 литровых канистрах тур масса выпускают там toyota vs type t4 так далее обычно закатана всегда промышленным способом вот таким вот внизу виден небольшой такой кант специально закатное оборудование используется для этого промышленное не ручную поэтому все достаточно аккуратно выглядит сделать вручную так невозможно почему на банках текут крышки мне часто тоже задают вопросы на новых тем более банках почему протекает крышки связано с тем что продукт достаточно текучий в частности вот toyota vs например да банка а сделано банка первых имеют большой объем 20 литровый сделано из достаточно тонкого металла который легко деформируется во время логистика время перемещения все это был тихо и создавляет и так далее поэтому на кое экстремальное давление крышка не рассчитана тем более если происходит в течение достаточно долго времени поэтому пройдет возникает протекание в этом ничего страшного нет как правило это ограничивается там пятью десятью граммами продукты поэтому это нормальное явление служил такую историю на станции покупают эти банки раз разгибает аккуратно нижние язычки скрывают крышку сливают масло заливать более дешевый продукт и продают его еще раз соответственно но это случай конечно единичный естественно но они не исключены поэтому нижние яички они достаточно хрупкие сделать так чтобы это было не видно отгибание сгибание в обратную сторону но очень тяжело на самом деле реально поэтому думаю что эти случаи единичным но они конечно же возможно чисто гипотетически поэтому при покупке этого масла оптом обращайте тоже на то внимание чтобы все было аккуратно снизу сделано чтобы не банки загибов и так далее ну вот ситуация такая вчера мы получили продукцию касталка но из 50 примерно 20 литров канистр 3 или 4 были с такими потеками масла потому что это просто логистика долгая дорога вот что касается поделки 20 литров канистр давайте к этому еще раз резюмируем вопрос китайцы делают 20 литров канистрам но они радикально отличаются от тех что используют японцы они не похожи поэтому та схема когда в китае закупается продукция пустые 20 литров канистры и в них в россии запасовывается продукт toyota такими случаями я не встречался и думаю что их нет если у вас есть какая-то информация другая то пишите в своих комментариях вот по моим данным 20 литровые канистры toyota в частности в том числе касается этой кастла toyota не подделывают те нюансы которых я рассказал ранее внимание прощать все равно стоит потому что те случаи с то о которых я тоже уже говорил они возможны поэтому будьте бдительны меня зовут антон воронков вы на канале mygt надеюсь это видео было для вас полезным подписывайтесь ставьте лайки жмите колокольчик всем пока